всем ассалам алейкум мы направляемся аркас вот поднимаемся с нижнего казанища вот по этим перевалом и у нас историк а также здесь наверху уже снег тоже есть как вы видите и очень приятно пряный воздух дышать очень легко так сейчас познакомимся сегодня мы с а также а сама лайка лайк масса лаврасу как сегодня по приглашению нашего известного видеоблогера краеведа любителя а также патриота родины расула абдуразакова мы намереваемся поехать древний аркас сейчас мы по дороге здесь остановились вас прекрасный вид на наше село увы казаны также ответственность дюмутая и ахпалтих тюбе вот перед нами который лагерь солнышко верхней казанища бурган тюбе вот пейзажи виды и территория бурганского района все сейчас дальше поедем поднимемся аркас и начнем рассказывать вам историю аркаса поехали а а а а а и т а а а 2 а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Крепость, которую разрушил Кемерлан. И само село Аркас. А это главная дорога. Она идет до селения Капиркумук. Раньше она проходила... Все горные районы раньше добирались через эту дорогу. Эта дорога называлась Ясак-Ёл. Ясак, который собирался со всех горных районов, по этой дороге она проходила через Нижнее Казанище, далее резиденция Шампала Кумухи, Капир Кумухи. Сегодняшнее название Капир Кумух. Вот к резиденции все постраивались, вот эта очередь, которая шла по этой дороге, она достигала до Аркаса. Вот такой длины измеряли старожилы вот эту дорогу Ясак-Ёл. Сейчас мы поднимемся в городище, науке оно известно как городище Аркас, где в 1396 году хромой Тимур со своим войском осадил этот город Аркас. И вот оно перед нами находится, мы сейчас поднимемся туда и более подробно постараюсь вам рассказать городище Аркаса о событиях военных, событиях того периода. Так, вот, 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 вот это городище, вот этот, раньше вот было. Видите? Вот этот кусок. Здесь было, во время сильных дождей, несколько лет назад, село Подверглась селям и открылись вот эти участки, там просматривается стены, кладка древнего городища, повсюду, вот, даже они сейчас видны. После обрушения открылись стены древнего Аркаса, вот хорошо просматривается кладка. Сейчас мы поднимаемся наверх, где была пещера, где древний город. Наш путеводитель Атагиши по секрету нам расскажет о ней. Да, а также сейчас нам расскажет много интересного здесь. Секретные тропинки. Секретные тропинки Аркаса. Кто впервые будет идти на эту сторону, воду можно будет пить. Вода чистая. Сейчас идем, посмотрим внизу. Смотрите, это древняя кладка. Может, с кинжалом, с кинжалом тоже есть здесь. Сегодня мы сейчас найдем здесь древнее оружие. Надеюсь, что что-нибудь найдется нам. Ага, не знаю. Но я не знаю. Ага. Самачик тоже гуляй здесь. Ага. Самачик тоже гуляй здесь. так все идем наверх сейчас вот немножко наверх поднялись вот дорогу которую мы приехали показываю вам в эту сторону расскажите что здесь раньше было по мнению ученых здесь историки историков здесь была площадь где собирался джамат того времени решали какие-то вопросы так карта шар горе сиз котер лет разала казанцы шарбова ерге шоу бене стива барабы салих али гостякты альдома курчулене альдома замандан алан яшу мой дурабу на язома зама гелетонача мала а зерги юргене сразу мою сидит в окремах такой большой камень да давай и раз да нормально толкай все все понятно защищали оборонили крепость вот таким образом специально большие глыбы камни готовились вот таким образом вот сейчас она подготовлена для сброса вниз и вот видимо решили его тогда не спускать или не успели вот подготовленные орудия которые вот снизу когда нападает и они забрасывали вот такие камни посмотрим вот смотрите на то немножко держит немножко приподнять и она внизу лететь большой камень так давайте дальше подниматься вот когда наверх поднимаетесь уходим в сторону вправо вот отсюда сейчас беден будем идти сторону пещеры здесь были ворота чтобы наверх поднимались не поднимались противники ворота вот так и наши историки знают вот так и наши историки знают эти места как образовалась как тайные входы выходы видите вот сейчас многие задаются вопросом вот говорят как это мы ходы могут завалить закрыт ну вот видимо тогда по тогдашим строители технологии такие придумывали вот здесь явно просматривается кладка вот мы видим вкладка которая она идет глубоко вниз и вот под этой глыбой находится туннель который идет под это городище а также вот эти глыбы которые уже подготовлены для экстренного случая чтобы завалить это место и что вот одни камни упали там и он большие камни внизу да завалили его вот поднялся разу камеру так сейчас поближе подойдем посмотрим да закрытая здесь очень много историки говорят что здесь была какая-то комната зал такой конференциал как бы где проводились такие совещания и по некоторым данным даже сюда могли всадники вооруженные воины они могли там и находиться около больше ста даже человек всадников воинов и вот это одна из таких ходов здесь такой он небольшой проход узкий где-то полтора метра но что может пройти всадник это реально думаю ширина позволяет так идем сейчас дальше вот это место сейчас широкому углу покажу насколько вот здесь большие камни и мы уже идем дальше смотрите какая красота раньше это была большая комната здесь вот спереди была стена вот до туда вот такая стена была вот туда там у них была большая комната идем сейчас дальше посмотрим что там а также сейчас расскажет нам что дальше здесь было по историческим данным такой камень такой обрыв большой вот 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 здесь можно даже видеть вот эти железные штырье которые убивались и они ломались и потом падали вот эти люди и по некоторым данным вот здесь вход был завален вот таким один штырь там даже остался который убивали и и упавшие вот эти глибы тоже они есть вот сейчас мы пойдем вот сейчас мы пойдем вот вот на такие места надо приезжать смотреть с детьми показывать нашу историю на самом деле мы отсюда километров 10-15 живем мы сами сами не знали вот эти места вот основной вход в пещере это пещер пещера очень огромная пещера можно сказать даже сейчас мы постараемся войти туда вот эти камни видите они вот сверху упали а там окажется она внутрь продолжалась вот этот полностью вот это внутрь заходил пещера сейчас внутрь зайдем посмотрим на меня не выпало к так идем дальше теперь вот мы видим вот эта глыба маленькая она придерживает вот эту большую она была вот специально забита специальными штырями чтобы завалить вот это основной вход но но предположительно не успели или войска темирлана завалили его или оборонили но есть сведения что жители там некоторая часть осталась под завалами и так и не вышла после многобелой осады верхушка находилась говорят подземном вот подземной комнате так и она и не вышла не вышли вернули вот 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 Внутри уходит еще вон Ага, что это? Ага, что это? Ага Она вот дождится еле-еле, да? Ага, что это? Вот она углубляется на 300 метров, уходит Но мы опасаемся, потому что она вся в трещинах И держит лишь только вот эти камни И спускаться очень опасно здесь Она идет приблизительно на 300 метров, как нам сказали местные сторожилы Она идет, дождится на 300 метров А там большая комната, вот так в положении у тюрьмы Вот это место и есть Вот эта самая вот комната Просто вот где сейчас забор Раньше здесь была стена, которая вот закрывала она вот это место И здесь вполне не только 100, даже 200-300 сартиков спокойно могут поместиться Здесь рядом родник находится И все условия Здесь можно даже находиться долгое время Вон там даже вот просматривается щели Мы видим Вот эта траншея Которая идет, она Вот Как бы освещение она подается туда И соединена с потайными ходами, которые мы смотрели ранее, с той стороной Все вот эти тайные хода, они соединены между собой На стенах так особо записей и надписей там таких нет И Вот Вместо щели Вот такие Железные щели, которые Это уже тиберлановский период Возможно Когда при завала Или Вот рубленные Вот эти глыбы Они использовались для кладки Рубленный камень И они себе пробивали вот такие Помещения, так скажем У нас вот чуй Сегодня мы находимся Под Городищем Аркас Это древний город Бывший хазарский форпост Даже была столицей некоторое время Я хочу вам рассказать немного о древнем Аркасе Из истории Аркаса Науки известно, что Очень много сведений И сохранились у нас до сегодняшнего дня От наших старожил тоже В 1396 году Хромой Тимур Народы известны как Ахсах Темир Темирлан Завоеватель Возвращаясь походом На Золотую Орду И Русь Он Начал свой поход На Кавказ И первым городом был По Устью реки Шураузен Взяв город Капчугай Потом он направился Это город Аркас Где мы сейчас сегодня находимся Аркас был осажден Жители Аркаса Очень сильно оборонялись И защищали свой город После многодневной осады Все-таки город был взят Вот с этого места Где есть тайны Очень много тайных ходов Которые мы сегодня видели И они завалены все Мальчишка вышел Чтобы взять воду Все войны Темирлан дал указание Всем своим воинам Выйти под гору Еленбаш И они ждали Пока Кто-то выйдет из пещеры Из городища И пойдут к воде Так и оказалось Он Точно рассчитал И его разведчики Заметили Мальчишку Который брал воду Из этой речки И вход Большой самый вход Находился вот здесь Предположительно И Три входа есть Еще маленьких ходов Которые завалены И вот Через это место Войны Темирлана Проникли внутрь Городища И взяли город После На пятый день Женщины Этого Городища Смогли Как-то Взять оружие Войнов Темирлана Переодевшись В доспехи Мужских Войнов Которые Обороняли Своих Погибших Мужей Взяв Ихне оружие И начали Атаковать Одной Нашей героиня По имени Зазабике Его прозвали Она народу известна И похоронена В Аркасе Ее могила Находится В старом кладбище Недалеко От Селения Аркасов Она проникла Через дымоход В комнату Где находился Темирлан И Через дымоход Вот она спустилась В комнату И Двое Охранников Ее Заметили Но Успели Ее Задержать Она Хотела Убить Темирлана Но Не смогла Осуществить Это Охранники Поймали Потом Всех Женщин Темирлан дал указание Оставших живых женщин Они Связали Руки и ноги И Горящими Угольками Вот этими Их сожгли Знак наказания Вот так поступил Темирлан С женщинами Которые Оборонялись Защищали Свой город И Город Пал После этого Часть Которая Приняла Ислам Они Вышли На сторону Где находится сейчас Зиарат Шейха Асиндера И Оставшиеся Которые Скрылись В окрестных Лесах Выжившие Они все Переехали На Оборонительный Пурк Раньше Где Вот Сегодняшнее Селение Нижнее Казанище Где находится Раньше Был Оборонительный Пункт Как бы На подступах Этого города И Когда После Вот этих Действий Закончились Войны Вот Оставшиеся Жители Все Переехали На Нынешнее место Селение Нижнее Казанище И Заняли кварталь Ягараул Можно сказать Каждый Второй Каждый Третий Житель села Является Аркасцем И народы Их называют Харкаслар Харкаслы Тухумлар Или Харкаслар В основном Они Расположились В местности Ягараул Селение Нижнее Казанище Оборонители Аркаса Проявили Мужество Можно Сказать Они Не сдались Тамерлану Тамерлан Настолько Был Жесток Он Видя Что они Не сдаются И невозможно Было взять Этот город Как только Его Войско Приближалось На них Обваливались Большие камни И глыбы И погибло Очень много воинов Тимирлана Потом он решил В окрестностях В окрестностях Этого Городища Поймал Все Скот Крупно-рогатый Мелкий В больших казанах Все сварил И сам Войскам Отошел В сторону Вот Где Находится Еленбаш И Другой Склон И Ждали Что они Выйдут Уже Несколько дней Думали Что у них Закончится Продовольствие Они должны Были выйти К воде И Естественно Им Уже Нечем Было Питаться Но Все равно Они Не сдались Никто не вышел Когда поставили В огромные Такие казаны И сварили Его запах Распространялся На всю окрестность Но все равно Они не вышли И в конце Все равно Они увидели Вот этого мальчишку Который Вышел Взять воду И через этот тайный ход Был взят этот город Сейчас я вам покажу Вот Чуть сдалека Смотрите Насколько она Огромная Здесь были Войска Тамерлана Как называется Тамерлана Или Тамерлана Здесь Это Зависит От Авторов Тамерлан 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 В народе Ахсахтимур Ахсахтимур Да? В народе Говорится Пишите в комментариях Как Как у вас там Говорится В истории Или в народе Про Тамерлана Ахсахтимир Или Тамерлан Или Тамерлан Я Я представляю Сейчас Войскам Насколько здесь Сложно было С оружием С оружием Ходить С доспехами Здесь Даже Трудно Без Ничего Ходить Насколько Подожди Вот так Пойдем Ого Снег Собралось На этом месте Вон Надо Как Извиняя Взву 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 Это Взву Сные Взву аркасыны тамерлан гелим аллах ерлерде вис айнана визу визу историямзу эскере бис халяву титтен товар геледик без айта труп орт чайтык аляк мухчадай мосюмен на гелит 5-гун тем тамерлан труп шунустыне шуна голода давать им алгам верни сон госеттеген мар оттепи шераны гордыгыз сиз а жиннан ба жарамса бидарамай коп адам гелеген күйде шуну яғасын на 1 аэру соқматлар да этіп сүрібағы бүріп олаған күйде шоғасын лан бүріп олаған күйде бөліп олаған күйде бөресізін да коп алдың үтшіллар бар үшленген оуна ана сүребуе камерадан да гостей мүна о юна сол жаттығадан одууд outputs хороший олған күйде білэ күйде бүріп олғар айууға тuelle жолтайды жатты жазтып yes для на соя тәуілер Bilок questo балабыldаудар Süба яғасын олған күйде ну сол вас жару күйде берендің олған күйде бүраres зетті mäседің Адам на хейли исторически дау болган ерлери бис шу кумутлары бек ару биле муну историасын халы хейли Историана хаварлат дура ата киши коме гетип шолай кыргат чыгып айланып историана билтегиз бек кушу История биз бар тюрка язычный али хейли за на хаварлат дура узбеклер неге таза кумукча аңнай шоуну беліп тураман Тамирлан заманына дау заманына чаяллени тұтып 30 мин кумуқ яшыны алкетіп узбекистанына Аз кизбен кіргиздердер біз бар аралғымызда киргиздер біз аралғымызда бір лікті берді бір біз бар бар аралғымызда Да жек түркменістанна узбекистана киргизянна нәсіңкені істория да біраздан билгер мысім кардашалар, бір біз бардашалар Молодцы, Киргиз, Узбеки, Тюркмелли… Практически, у нас есть только один народ. Мы сейчас живем в городе в городе. В городе Капчугай, Капкайгент, Кайгент. В городе Кайгангер это в городе. В городе у нас были очень рады, и… Тамролан, Харьези, мукоматин-на, Умкор, аскерин, шону, ассу-ярин, Акты, войуланы, Умкор, буган бардайерин. Алкеткен шунган, башлы деген шаардан, Гайагенттеги, и, шу барда шу, Умк-эллен бардайерден, чей, 30 мин аскерин алкеткен оцамуа. Шолар, озер барган на айтып, Шолай алкетеб шуланы, деп, озерман алган шо. Инанып, мекэлли аскерчилер деп, Шуя болган Тамролан, қатты ұлаларды. Шолай Аказовча, Аказовча, бір-бірі бізді аралығымыз шолай болган? Ону мен айтағана, Театр, Узбекистанға барған заманыны, Халилден бір, 30-40 иллар алды, әссерин заманына, бір вақтісіне, гастроллаға барғанны, шуланың яғына адам гелген, ғумарды гелген деп, Театр барған заманыны. Шолай айта болған, Айта турадим. Гелеги сізде Бізин яқка. Гарағыз мына темирлан Геліп дауэтік еткен ерлеге. Бег интересен ерлер бар. Гариша біраз бетке бау Юріме түшеген ерлері бар. Ну болса да амал бола астарак, Юрюп, күйленіп, алғасамай, қарамаға бег интересен ерлер. Сава ол ғоз, гардашлар. Барамызда бир ғелайық. Историяда біз баронысыда бирбейіз. Тюрказар дагәкер болды. Айтып юрюяйы бі жы Darren Шо Hakты. Сава ол ғоз ол ғоз. Гыргыз ол ғоз Blackтіғын Түркменлігі б бұрғық. Сава ол ғоз дед Durал. Бұрғыл ол ғоз. Сава ол ғоз. Али, үстін Українің бір кейінمر bizim就ар изек, Солнце тоже садится, мы поднимаемся все выше и выше, вот на ту сторону. Еще немножко и мы на вершине, здесь много снега, с ветром завалило. Орел крутится на этом месте, похоже он видел какую-то добычу там. Они говорят, живут долго, может они видели вот это все. Видели трупы воинов, их не артцы, дедушки тоже. Поднимаемся и смотрим что вокруг, вот на такую высоту вышли. Лепота, красота. На эту сторону смотрите, насколько она высокая. Здесь большой обрыв, опасно еще близко подойти. Вот поэтому они не могли сюда подниматься. Многие уже камни. Вот там тоже есть много разных селений, сдалека видно. Внизу туман, как вы видите, вот где казанищий туман сейчас внизу. А мы идем дальше. Здесь чистый туман, нет тумана. Вот мы уже на вершине этой горы. Сейчас поднимаемся. Смотрите, вот этот город как раньше строилось. Вот здесь стена. Вот этот город, а здесь немножко опасное место. С этой стороны обрыв. Большой-большой обрыв, в который никто не может подниматься. Так, сейчас спустимся с этой стороны. История, история, исторические места. Старый город. Давайте сейчас зайдем в одну комнату какую-нибудь. Посмотрим, что здесь интересного. Гирев Карая Кардашар. Мне интересный этот парк Мунна. Раз, два, три, четыре. Такой широкий, широкая стена здесь строилась раньше из камней. Как я знаю, здесь раньше строили, раньше строили без ничего. Смотрите, здесь ничего не вставляли. Вот умелые руки и все. Без ничего тут строилась стена. Вот. Таким образом строилась стена. Без никакого раствора. После этих землетречений тоже она стоит. Так, спускаемся дальше. Вот оттуда сверху идем вниз. Кто-то построил там вышку. Снизу взяли и наверх поставили что ли. Но стена держится. Так. Это вход, по-моему. Вот это вход. Отсюда заходишь и все. Город закрытый. Закрытый город, это почему вы знаете? Потому что и с той стороны обратно, и с другой стороны обратно. Это как треугольник получается. Так. Сейчас я вам покажу с этого места. О, там человек есть, по-моему. На самом деле это очень большое место. На камеру особо не видно, что объемное. Объем. Вот смотри. Там где-то внизу человека я вижу. Но она совсем маленькая видно. Так. Идем дальше. Вот еще одна комната. О. Что-то она деленная. уходит. Вот здесь вход. Смотрите. Эти лестницы даже сохранились здесь. Это лестница, которая поднимается. Вот. Смотрите. Моя стены. Где-то моя скрепость. Вот вам подойдет старший. Это находится в самой верхней части. Городичье. Смотрите. Тайный какой-то есть. Когда эту стену строили. Тайник. Там темница была предположена. Чемница? Да. Это дыхательные отверстия. А. Дыхательные отверстия, да? Снизу наверно она идет. Вентиляция. Вот она что. Таким образом построили. Конечно. Они в те годы подумали. А сейчас в наше время. Многие даже не строят вентиляции. Ну, рестораны все дела. Там уже есть хорошая вентиляция. Везде вентиляции строят. Почему? Потому что нужно нам больше кислорода. И тепло хочется. И вентиляцию тоже надо делать. Да. Тогда там внутри зажигает кольцо. Откуда выходит дым. Ага. Такие моменты тоже были, да? Да. Отопление как бы. Но в любом случае какое-то техническое отверстие. Или может какая-то балка там перекрывалась. Может да. Может где этот замок. Двери. Раньше которые там было. Там же они камнями закрывались. Спускаемся вниз. Нижние комнаты уже все разрушились. Особо там внизу не видно. Так здесь самая чистая вода. В Дагестане,. когда-либо я который пил я их проверяю на жесткость у меня есть специальный аппарат но здесь показывает самый минимальный это находится аркасе данный момент жилья кардашар айлян съемка ты штук всем спасибо за просмотр спасет всем спасибо за лайки а мы идем дальше оставайтесь на моем канале так еще покажем много исторических мест и будем вместе жить дружно только хорошие комментарии не надо плохое писать и плохого и хорошего мы в жизни видели и изучать историю орлы летают изучать историю ездите на разные страны разные места а также тоже пару слов скажет под конец так уже все мне warto конфета сейчас он конфеты купит постоянно он любитель конфеты оказывается в этом месте когда прогуливаешься надо обязательно барбарис с собой брать да энергия энергия здесь конкретно сжигается атмосферное давление естественно сейчас мы уже спустились вот аркас уже современный корову тоже интересуются смотрит номера тоже есть здесь прям где камни дом построен нужно извините никуда нет есть быть добрый вечер как ваш дело здоровье решили туда наверх подняться поснимать и сейчас спускаемся много-много интересного исторического да до самой вершины поднялись сейчас спускаемся и решили здесь тоже посмотреть какие посты а вот здесь старинный в этот постройки это уже совсем как каких годов 100 лет тому завели как здоровье нижней казанище недалеко здесь здесь проживаете да стояла вам здоровье спасибо оказываетесь дома сгорели но там сзади видно что с давних пор постройки все